Приветствую всех! Ребята, сегодня мы будем отвечать на самый главный вопрос, который интересует всех. Сколько же сил выдаст стоковый EZ30 на компрессоре Raptor? Это канал Legacy Driver, я Стас, и мы начинаем. Поехали! Ребята, приехали мы на стенд Mustang Dyno. Это тот самый стенд, на котором я делал все замеры Subaru, начиная со стоковой конфигурации, продолжая конфигурации впуск-выпуск-прошивка. И теперь, конечно же, самая последняя конфигурация, это компрессор на EZ30. Напомню, что этот самый стенд показывает примерно 25% потери мощности на колесах. Помню, самый первый замер. Мы получили примерно 180 сил с колес. Это когда заводом заявлено на маховике 245 сил. То есть, если почитать, это получается примерно около 25%. Значит, в стоке мы получили почти 180 сил, там было чуть-чуть меньше, по-моему, 177. На впуске, выпуске и прошивке мы получили 215-216 сил. Там был один замер на 216 колесных. Это получалось около 286 до 290 сил на маховике. Сколько же сил получится сейчас? В общем, пишите в комментариях, как думаете, сколько мы получим на колесах и сколько мы получим на маховике. Ну, а мы, ребята, не будем сильно длить и начинаем замер. Поехали! Продолжение следует... 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 Ну что, друзья, пришло время почитать стоимость проекта, но прежде я хотел бы еще пару слов сказать о замере на стенде. Я более чем уверен, что найдутся какие-нибудь скептики, сторонники теории заговора, которые будут утверждать, что цифры я выдумал, нет никаких потерь в 25% на этом стенде. В общем, ребята, если вы не верите моим словам, то я предлагаю вам посмотреть короткий отрывок из интервью с нашим местным израильским чемпионом по драгрейсингу Дмитрием Райхленым, который строил свою Mitsubishi Colt Evo на полном приводе и замерял ее на этом же стенде Mustang Dino. Смотрим. Ну, когда проект закончился, мы поехали на стенд, на Mustang Dino и вытащили 720 на колесах. То есть это где-то 950 на движке, на коленвале. Ну что, надеюсь, теперь все сомнения развеяны и давайте перейдем к стоимости проекта. Итак, как я говорил, что комплекты бывают разные, именно мой комплект обошелся мне в долларах США на момент заказа в сумму 4837 долларов, а округлим давайте до 40, то есть 4840 долларов. Это стоимость комплекта без доставки и налогов. Почему я говорю без доставки и налогов? Потому что я проживаю в Израиле, у нас свои приколы на таможне, свои приколы с налогами, поэтому это мы почитывать не будем. Далее, прошивка от Meta. Все прошивки от Meta обошлись в сумму, в одну сумму, 290 с плюсом долларов, округлим это до 300 долларов. Кстати, то есть Мэтт действительно посылал мне последующие прошивки уже бесплатно, в отличие от тех же российских тюнеров, которые в свое время мы делали прошивку и за каждую последующую прошивку требовали доплаты денег. Кстати, Мэтт взглянул на график после замера и сказал, что он сделает еще некоторые корректировки, которые помогут выжать еще немножко безопасных лошадиных сил. И все это за бесплатно. Вот так вот. Далее, кабель Tactrix. Мне обошелся вместе с доставкой в 197 долларов, округлим до 200 долларов. Далее, это все, что касается самого комплекта и прошивок и так далее. Но, чтобы получить данную мощность, у меня также была сделана еще в 2017 году выхлопная система. Выхлопная система у меня была на компонентах от Raptor также. То есть, коллектора были Raptor, обошлись они мне в сумму примерно 290 с плюсом долларов, округлим также до 300 долларов. И также в 2018 году я устанавливал производительный топливный насос от IEM на 340 литров в час, который обошелся мне вместе с доставкой в 160 долларов. В общем, это суммы, не включая разных работ, не включая работу по установке компрессора, не включая работы по выхлопной системе по кастомной средней части. Я не говорю эти суммы, так как я думаю, что большинство моих подписчиков из страны СНГ и России в том числе. И цены у вас будут кардинально отличаться от наших цен в Израиле. Поэтому, если подвести итог, то все, что связано по деталям, обошлось примерно в 5800 долларов. Это выходит в рублях примерно 365 тысяч рублей. Значит, 365 тысяч рублей или 5800 долларов. Для кого-то это покажутся громадные деньги, но давайте почитаем, какие плюсы мы получаем. Мы получаем полностью новый комплект с полной технической поддержкой производителя и с гарантией на год. То есть, любая проблема, которая у вас вскакивает в этот период времени и даже уже после, производитель всегда будет на связи с вами. Если будет какая-то поломка, не дай бог, то можно будет отослать какие-то части производителя, он пришлет все обратно. В общем, у вас есть гарантия на год и это отлично. Далее, время установки. Давайте почитаем, насколько быстро все это было установлено. В свое время, в 2017 году, выхлопную систему мне сделали за полтора дня. Ну, допустим, возьмем целых два дня. Окей, два дня на установку выхлопной системы. И на установку компрессора мы потратили также примерно полтора дня. И единственная проблема, как вы знаете, у меня была с прошивкой. Прошивка, проблема, вернее, была создана не нами, а еще предыдущими тюнерами. И если бы не вот эта вот заминка с прошивкой, то, в принципе, установка компрессора заняла бы тоже около двух дней. То есть, у нас получается два дня на выхлоп, два дня на компрессор. Вместе с прошивкой, если все идет гладко. То есть, получается, менее чем за неделю, да, за четыре с плюсом дней, у вас мощность 250 лошадиных сил на моторе в стоке, даже с 245, поднимается на 400 лошадиных сил. И, как я говорил ранее, это очень надежные лошадиные силы. Если вы думаете, что как бы вот скоро там бахнет мотор или что-то в этом роде, ребята, спокойно, австралийцы на этих комплектах ездят по несколько лет и все в порядке. И более того, я вам скажу, что если вы думаете, что этот компрессор я установил буквально вот вчера, то нет, вы ошибаетесь. На самом деле, я установил уже давно. Видео выходят с определенно большим дилем, так сказать. И езжу я на самом деле на этом комплекте уже не один месяц. И, ребята, поверьте мне, все нормально. Мотор не жрет масла. Расход топлива приемливый. Вы видели в предыдущем видео, расход у меня в районе 14 литров на 100 километров. Это довольно-таки приемливый расход. Я думаю, у кого-то, может быть, будет больше, потому что у него более тяжелая нога. И он сильнее давит на педаль газа при повседневной езде. Я езжу большую часть времени спокойно. 50% город, 50% междугородние трассы. И вот у меня получается вот такой вот расход. 13,8-14 литров. Я считаю, это очень классный расход. Ну что, еще раз давайте перечислим плюсы. Быстрая установка. Гарантия на год. Довольно-таки надежные 400 лошадиных сил. Звук мотора. Просто бомбический. Ребята, я вам отвечаю. Я когда на треке гонял, то есть люди, у которых другие машины, там, Ваги, Ауди и так далее, слышали звук моего мотора. Просто подходили мне, говорили, чувак, я хочу этот мотор только из-за этого звука. В общем, действительно много плюсов. Итак, получается, что у нас основной минус это стоимость комплекта. Но давайте немножко порассуждаем на эту тему. Я совсем недавно видел видео на канале Subaru Sekt. И там блогер, тоже, кстати, по имени Стас, общался с одним владельцем тюнинг-отелье, который тюнингует и строит очень мощный Subaru. И когда Стас у него спросил, сколько стоит построить там такую вот Subaru, ему этот владелец отелье сказал довольно-таки очень просто. Он говорит, если ты, допустим, хочешь построить импрезу STI на 500 сил, минимум вложений, которые тебе придется вложить на дешевых компонентах, это 500 тысяч рублей. Это минимум. То есть он сказал, можно те же 500 лошадиных сил построить и за миллион рублей. То есть все сводится к качеству компонентов, которые ты устанавливаешь. Здесь мы, получается, получаем менее чем за 400 тысяч рублей 400 лошадиных сил. Окей, допустим, с работой будет больше. Согласен. 450 тысяч рублей, там, не знаю, 6,5 тысяч долларов. Я считаю, что это очень хорошие деньги за эти лошадиные силы. И по поводу как раз-таки 400 лошадиных сил. Я более чем уверен, что некоторые скажут, что, мол, 400 лошадиных сил это ни о чем. В чем-то вы правы. На сегодняшний день 400 лошадиных сил это немного для спортивного автомобиля. Но давайте вспомним, что я говорил в первой серии. Для чего я строил этот проект, для чего я заказывал этот комплект. Что я хотел построить. Я не собирался строить какого-нибудь драг-монстра, там, на 700, 800, 900 лошадиных сил. Мне нужен был автомобиль, на котором я смогу передвигаться каждый день. И по выходным зажигать на треке или серпантине. И да, чтобы более-менее динамично разгоняться по прямой. И я это получил. Причем я это получил в очень короткие сроки. Я получил надежные 400 лошадиных сил. И я доволен. И когда я закончу основные все доработки для трека. Я отдам свой Subaru к какому-нибудь профессиональному гонщику, который протестирует его на треке. Замеряет время круга. И мы сравним это время круга с остальными машинами того же класса. Или наоборот, классом выше для трек-покатушек. То есть машины, которые с завода делались именно для трека. Мы сравним время и посмотрим, насколько действительно удачно или неудачно получился мой проект. В общем, пока что на этом момент все хорошо, все красиво. Но в будущем, в будущем для вас, уже в прошлом для меня, мы столкнемся все-таки с одной единственной проблемой. Об этом я расскажу уже в следующих видео. Также в следующих видео мы постараемся замерить разгон 0,100. Может быть даже 402 метра. Разгон 100-200, если честно, меня немножко менее интересует. Во-первых, потому что здесь за такой разгон на дорогах общего пользования можно просто лишиться прав и автомобиля. А также, ну на таких скоростях, скажем так, я особо нигде не езжу. И на треке, и на серпантинах основной диапазон скоростей примерно от 40 км в час до 160. И именно вот этот вот диапазон интересует меня больше всего. Так что, друзья, проект на этом не заканчивается. Будет еще много всяких видосов по доработке Субарика. Поэтому продолжайте следить за каналом. Я вам желаю всего доброго. Это был я, Стас, канал Legacy Driver. Всем счастливо и удачи. Пока. Стойте, 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 ребята. Еще не выключайте видос. Как раз самое время огласить победителя конкурса, который я устроил совсем недавно у себя на канале в сообществе. По условиям конкурса вы должны были отгадать, сколько лошадиных сил мы получим на моторе. И сколько лошадиных сил мы получим на колесе. Было довольно-таки много людей, которые были около правильных результатов. Но раньше всех и ближе всех к правильным результатам был Михаил Атакулов из города Красноярск. Миша Красава. Поздравляю. Вот такие вот наклеечки STI ты получаешь от меня. Скоро высылаю. В общем, жди. Ну, а вот теперь можно заканчивать, ребята. И я вам желаю опять добра, счастлива и удачи. Увидимся в следующем видео. Пока.